День за днём Управление по делам ГО и ЧС отчиталось о происшествиях за прошедшую неделю. Гесногорский автовокзал возобновил работу. Мы смогли сохранить и запустить работу в столь наиболее важный стратегический объект. 3 марта в администрации Десногорска состоялось еженедельное совещание. Как обстоят дела в ключевых организациях и какие задачи поставил им глава города – смотрите далее. В Десногорске сохраняется повышенный уровень заболеваемости вирусными инфекциями. Об этом доложил начальник медсанчасти номер 135 Алексей Азаренков. Однако его коллеги отметили, что количество заболевших в сравнении с предыдущей неделей существенно снизилось. В связи с увеличением случаев мошенничества с банковскими картами, начальник МВД России по городу Десногорску Юрий Гришин обратился к гражданам с просьбой быть внимательнее. Практически каждый день, а может через день, люди переводят свои денежные средства. Не нужно это делать. Обращайтесь сразу к сотрудникам Сбербанка. Они вам расскажут и помогут. Инженерная инфраструктура города эксплуатируется в нормальном режиме. В связи с наступившей весной начались работы по уборке городских территорий. Также в городе проводятся собрания с собственниками жилья. Главной темой стало обсуждение вопросов по программе «Комфортная городская среда». Чтобы жители принимали решение по дополнительному перечню в рамке создания спортивных площадок, игровых площадок, это касалось не одной малой формы, качели или карусели. Это полноценная игровая площадка. Глава Десногорска Андрей Шубин отметил, что каждый двор, в который входит несколько домов, должен благоустраиваться в комплексе. Помимо этого, жителям и управляющим организациям обязательно нужно совместно согласовывать вопросы, которые касаются ремонта входных групп и проблем с сетями. Чтобы мы сами отремонтировали двор и лет 10 туда не заходить. Вся территория должна быть благоустроена и там не должно быть не ломаных лавочек, упорных, не ломаных игровых комплексов. Поэтому здесь совместно работают жители, муниципалитеты, управляющие организации должны быть организованы на высшем уровне. В ходе совещания Анна Королёва доложила о ближайших мероприятиях для жителей и гостей города. Так, 4 и 5 марта состоится международный спортивный фестиваль «Планета баскетбола. Оранжевый атом», посвященный 75-летию атомной промышленности. Спортивные мероприятия в рамках этих двух дней пройдут на базе МБУ «Фоктесна». И праздничные концерты пройдут 4 марта в 18.00 и 5 марта в 18.00 на базе Центра культуры и молодежной политики. Также в честь Международного женского дня в Центре культуры и молодежной политики состоится праздничный концерт, в котором примут участие образцовые коллективы города. Мероприятие пройдёт 6 марта в 18.00. О чрезвычайной обстановке в городе за прошедшую неделю рассказал начальник управления по делам ГО и ЧС по Десногорску Андрей Воронцов. На прошлой неделе на территории муниципального образования спасатели поисково-спасательного отряда управления по делам ГО и ЧС города Десногорска привлекались для проведения работ по вскрытию дверей 4 раза, по оказанию помощи скорой 9 раз. За 7 дней в единую дежурно-диспетчерскую службу 112 поступило 508 сообщений, из них 98 ложных. Поступило отработано 14 просьб от населения. 2 марта в торжественной обстановке Десногорский автовокзал возобновил свою работу. В этот день пассажиры переступили его порог впервые с лета 2018 года. Тем самым одна из главных городских задач успешно решена. Подробности далее. Острым спором и дискуссиям в этот раз точно пришёл конец. Важная часть городской инфраструктуры спустя полтора года вновь принимает пассажиров и транспорт. Такое знаменательное событие было торжественно отмечено. Работа в этом направлении ещё у нас продолжается, но тем не менее это нам уже не мешает совместно со Смоленским автовокзалом оказывать предоставление услуг нашим жителям по перевозкам. Уверен, что жители города, работники Смоленской атомной станции, уезжая с нашего Десногорского автовокзала в путь, будут получать удовольствие. В настоящее время территория автовокзала – это пассажирское здание, перроны для посадки и высадки пассажиров и площадка для стоянки автобусов между рейсами. Кроме того, на 1 миллион рублей от концерна «Росэнергоатом» и «Смоленской АЭС» объект приведён в рабочее состояние. Проведены сантехнические работы, установлено освещение, камеры наблюдения и оборудовано рабочее место сотрудникам. Народа, конечно, немного пока что, не все знают, не все проинформированы, но надеемся, что будет больше. И надеемся, что будет больше расписания расширяться, в том числе и на Беларусь, и на Среднюю область. В данный момент перевозки организованы по шести направлениям, в том числе дважды и на Москву. Билеты можно приобрести как перед отправлением, так и заранее. Хоть наконец-то открыли. Вот я сейчас жду автобуса. Хоть тепло и хорошо. Спасибо большое тому, кто это всё организовал, сделал. Очень хорошо и удобно. Автовокзалы работают ежедневно с шести утра до 23.30. Расписание автобусов доступно в зале ожидания. Телефон для справок 8-48-12-27-08-42. Олег Соловьёв, Юлия Соболева, Владислав Полоскин, Десна-ТВ. А теперь о погоде. 5 марта в Десногорске ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Температура ночью 5 градусов выше нуля, днём плюс 14. На этом выпуск подошёл к концу. Больше интересного на нашем сайте desnadefiz.tv.ru, а также в наших официальных группах в социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке и Инстаграм. В студии работала Ксения Вьюшкова. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!